Распад СССР многие справедливо рассматривали как конец империи, которую веками собирали русские самодержцы, а затем вновь восстанавливали из постфевральских осколков свергнувшей царей большевики. Однако для тех, кто с крахом Горбачёвской перестройки 70 лет спустя объявил себя правоприемниками повторно развалившейся империи, отколовшиеся от митрополии республики продолжали оставаться территориями, которые хоть и формально стали независимыми, тем не менее в глазах новых хозяев Кремля по-прежнему оставались частью, если даже не былой державы, то по крайней мере общего пространства, из которого ну уж как-то совсем нельзя было переходить в другой лагерь. Стать нейтральными – это еще куда не шло, но чтобы перекинуться в другой лагерь? Подобный мятежный курс воспринимался в Москве не просто как вызов, но уже как угроза ее национальной безопасности – наступление на ее пятки. Если переход трех балтийских республик в НАТО, а затем и в Евросоюз, произошел в период, когда Россия, как говорится, еще во весь рост вставала со своих колен и не была в силах предотвратить такое развитие событий, то с бунтарским вольнодумием в других республиках мириться она уже не собиралась. Впрочем, сам Запад тоже не думал отказываться от своей долгосрочной доктрины дальнейшего продвижения на Восток с целью, будем говорить открыто, раздела наследия не только былой империи, но и при возможности самой ее сердцевины. Уж слишком лакомыми казались природные богатства Урала, Сибири, не говоря уже о Дальнем Востоке и государствах Центральной Азии, на которые, к тому же, нацелил свой взор усиливающийся конкурент Запада – многоглавый азиатский дракон страны Поднебесной. К своему закату Советская империя подошла со множеством потенциальных язвенных очагов на своем больном и разлагающемся теле. Все эти взрывоопасные очаги внимательно изучались и не исключено, что даже непосредственно разрабатывались в недрах спецслужб, для которых вспышки в Карабахе, Хергане, Абхазии, Южной Осетии, и Приднестровье не только не были сюрпризом, но и всецело управлялись ими, о чем позднее, в редкие минуты откровения, признавались ветераны этих структур. И конфликты эти были призваны выполнять роль своеобразного поводка, то есть они нужны были для контроля над геополитическими устремлениями республики сдерживания их от возможных мыслей перебежать в другой лагерь. Ну, хорошо это или плохо, сейчас не предмет обсуждений. Такова, увы, жизнь, которая называется реалполитик. И у Запада, и у Востока были свои методы борьбы за контроль над регионами, окружающими Россию и стоящими на пути ее соперников конечной цели – ее сердцу и немеренным природным богатством. У Запада излюбленным и опробованным в Слободановской Сербии методом были цветные революции, а у Москвы – управляемые этнические конфликты, газовая игла, транспортная зависимость и прочие рычаги. Ну, к этому, конечно, можно добавить и создание каждым из конкурирующих полюсов своих пятых колонн, что тоже ни для кого не было секретом. Собственно, к чему мы все это рассказываем? Когда Грузия после революции Рос вздумала отколоться, от бывшей империи перейти на Запад, ее наказали 2008 годом, когда была спровоцирована подозрительно-своевременная война, завершившаяся признанием Москвой фантомной независимости Южной Осетии и Абхазии, а на деле – де-факто аннексией этих грузинских областей. Украинский Майдан тоже завершился жестокой карой, которая началась сперва с Крыма и создания новых образований на востоке Украины, а затем и вовсе переросла в полноценное военное вторжение в эту страну. К выборам в Беларуси летом 2020 года, во время которых ожидалась очередная революция, Москва подошла более подготовленной, не дав Западу осуществить здесь свои планы. Трудно даже представить, как развивались бы события и в какую пучину окунулась бы эта страна, случись обратные и приди к власти альтернативные силы. Мы бы не стали исключать военные сценарии, тем более, что намеки такие уже звучали. Да и инцидент с задержанием спецслужбами Беларуси бойцов ЧВК «Вагнер» на территории республики тоже многое о чем подсказывал. И вот мы подошли к еще одной республике, которая в эти дни на наших глазах не строит уже никакого секрета и с своего намерения не просто сменить внешнеполитический вектор, но и предпринимает практические шаги в направлении другого полюса – Евросоюза. То, чего в сентябре 2013 года после вызова в Москву побоялся сделать Серж Саргсян, совершенно открыто сегодня делает Никол Пашинян. Выбор сделан, и об этом уже говорят без всяких прикрас. И тут напрашивается вопрос – а чем накажет Москва за подобное бунтарство? Если кто скажет «Карабахом», то ответ неверный. Украина, Грузия и потенциально Молдова наказаны лишением их частью суверенной территории, в то время как Карабах никогда не был частью территории Армении. Азербайджан ценой пролитой его героями крови вернул себе украденное. Когда у вора отнимают украденное, это не наказание. Наказанием является лишение его того, что бесспорно принадлежит ему. Поэтому вопрос, чем расплатится Никол Пашинян за подобную дерзость, и что станет его откупной за Юрьев день, звучит в наши дни всё громче. В этой связи не мешало бы вспомнить, что Армения является единственным постсоветским государством, созданным на территории, которую Российская империя завоевала и только потом переселила туда то самое население, которое позднее стало титульным этносом в новосозданной уже при Советах Республики. Во всех остальных республиках нынешние титульные народы уже жили к моменту прихода туда русских завоевателей. И только на той территории, которая затем стала Республикой Армения, сегодняшнего её титульного населения к моменту завоевания России не было. Оно было сюда переселено российскими самодержцами и во имя цели и интересов российского, а никакого не армянского государства. Совершенно очевидно, что когда император Николай I покорял Азербайджанское и Риванское ханства и переселял сюда армян, его на этот шаг сподвиг уж точно не порыв какого-то альтруизма и далеко не желание создать на этом месте основу для появления здесь в будущем государства, которое перебежит в лагерь противников России. И в этом смысле Армения действительно единственная постсоветская страна. Территория, завоеванная Россией у азербайджанских ханов и ставшая затем новой родиной для армянского этноса, который вместо того, чтобы служить верой и правдой в вечную благодарность за подаренный ему совершенно новый национальный очаг, предал своего благодетеля и собрался уходить от него вместе с землей, которую завоевывал русский солдат. И завоевывал не абы для кого, а для себя и своих имперских интересов. Но самое главное, завоевывал он её у коренного азербайджанского населения, основателя крепости Иреван. Поэтому вновь вынуждены поднять вопрос, чем расплатится мятежная Армения за свой предательский побег на Запад? И если вспомнить слова российского лидера о том, что уходить следует с тем, с чем пришёл, то не пора ли вспомнить, в каких границах была советизирована Армения после подписания ею Александропольского договора?